всем привет блендер 281 в дальнейших роликах хотелось бы пройтись по архитектуре колонны базы капители стерео бады узоры и так далее панели и так имеем единицы на нампаде нажимаем табуляцию и заходим в edit mode режим редактирования нажимаем и жмем all от центра теперь е английская экстрадируем вот такую вершину и вот делаем подиум вот таким вот образом все по простенькому чем больше тем красивее немножко скотция и вот здесь вот вот таким вот образом сделаем выкружку следующий этап давайте выкрутим все это дело нажмем спин найдем вот эту вот выкружку и вот так вот все это дело выкрутим select box смотрим вот такая получилась прикольная база заходим object mode база есть называем этот куб база и следом что нужно сделать давайте добавим именно стерео бат так единица на нампаде семерка на нампаде нажимаем с нажимаем с нажимаем с Потом всё подгоним, конечно, подровняем и так далее. Так, опять семёрка на нампаде и транспозом вытягиваем всё вот до такого уровня. Вот так вот. Единицы на нампаде и добавляем Shift D. Опускаем вот такую вот ступеньку и жмём семёрка на нампаде, делаем S. Вот так вот. Единицы на нампаде, Shift D, щелчок, вниз опускаем ещё один этот куб. Жмём семёрка на нампаде и жмём опять S. Ступеньки более-менее, чтобы поровнее были, просто единица. Ну и ещё одну добавим, Shift D, щелчок, опускаем вниз. Семёрка и S английская опять делаем побольше. Вот так. Вот это называется StereoBat. Теперь всё это дело выделяем, перешив зажатый. И делаем Ctrl J. Один, именно одна модель будет. Нажимаем, пишем StereoBat. Enter. Заходим в Add, находим Mesh, находим план. Опускаем план пониже. Жмём семёрку на нампаде и жмём S. Вот таким вот образом. Это будет у нас типа асфальт. Единица. Поднимаем. Вот таким вот образом. Ну а теперь всё это делать через Shift выделим. SelectBox, база, единица на нампаде и поднимем повыше. Вот так вот. Выделяем теперь именно базу. Ставим Transpose. Делаем S. И поднимаем где-нибудь. Так, вот таким вот образом устанавливаем. Вот сюда вот на край. Вот таким вот образом. Ну вот уже что-то этакое. Чуть-чуть поровнее. Потом подгоним её по размеру. И уже размножим. Так, как сделать колонну? Давайте разбираться. Это база, план, назовём именно асфальт. Всё это дело теперь позакрываем. Жмём семёрка на нампаде и добавим этот меш. Добавим так, циркл. Вот эту штукенцию. Заходим в табуляцию. Смотрим, что тут у нас с этим цирком. Вот такая получается штука. Немножко подразделим её на саптулы. Теперь снимаем выделение. Выделяем вот эту часть. И через Shift выделяем вот эту вот часть. Жмём Delete и удаляем вертексы. Остаётся у нас вот одна вот эта вот боковая часть. Теперь жмём английскую A и заходим в модификаторы. Добавляем модификатор именно Mirror и ставим ещё по оси Y. Вот всё, что теперь мы будем делать с этой частью, будет здесь вот тоже делаться. Вот так удобнее, чем по кругу всё это дело гонять. Так, семёрка на нампаде. Сбрасываем выделение и смотрим, что у нас здесь именно вот по этим вершинам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. И давайте ещё тогда разок подразделим английская A, Edge, Subdivision. Вот теперь нормально будет. И выделяем теперь, здесь оставляем четыре. Здесь будет у нас, пускай тоже четыре. Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три эти вершины нужно зайти вот в эту настройку и поставить 3d курсор для чего чтобы вот именно когда мы будем сейчас нажимать с углубление шло именно в глубь вот таким вот образом вот у нас уже получилась колонна заходим теперь в object mode и делаем apply применяем и заходим в edit mode вот у нас теперь цельная колонна вот таким образом она выглядит теперь нужно нажать английскую а уменьшить ее и что сделать включить моб сделать е английское страдирование щелкнуть и вытянуть эту колонну именно на такую высоту которая нам в принципе понадобится щелчок смотрим что да как и заходим в object mode вот такая получается колонна с канилюрами вот теперь включаем все у нас вот эти вот сейчас базу можно включить так стереобат и включить можно асфальт подгоняем колонну базе приподнимаем семерка на нампаде и теперь ее устанавливаем на место вот так вот смотрим чтобы вот здесь все состыковалось жмем с и и вот так так курсор нужно поменять теперь ставим median point подгоняем и поднимаем единица на нампаде смотрим чтобы все было ровно стройка на нампаде тоже подгоняем все колонна есть вот такая получилась штука такую же базу или в другом исполнении можно сделать и поднять сюда это уже будет дорическая база ну давайте базу копируем база поднимаем кверху перекручиваем и еще поднимаем кверху кройка на нампаде вот так выравниваем единица на нампаде подгоняем и немножко подкручиваем ну вот уже что то так теперь нужно все это сделать однообразным выделяем вот эту колонну базу колонну ствол и вот эту вот капитель вот это уже капитель а вот это нижняя это база и что делаем делаем control д семерку на нампаде кого не назначим давайте материал колонна будет у нас выпускать чуть-чуть под мрамор такая вот таким цветом чуть-чуть и притяним теперь выбираем именно стереобат добавляем новую новый материал стереобат будет у нас вот так и немножко темным ну асфальт понятно что уже может быть и даже еще темнее так и переключаемся вот на этот рендер чтобы все это дело видеть вот такой внешний вид ничего так 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 жмем теперь семерку на нампаде стройку на нампаде выделяем колонну и жмем теперь шифт д щелчок и с помощью мох чтобы ровненько оттягиваем шифт д щелчок оттягиваем близко они конечно тоже быть не должны здесь должны еще быть именно портики именно карнизы и так далее так значит так control z control z это все дальше оттягиваем теперь делаем шифт д щелчок и в принципе стараемся вот по квадратам чтобы на одинаковую на одинаковое расстояние их перетягивать шифт д щелчок шифт д щелчок шифт д д даем все то у меня сегодня барахлить все ну и вот так вот так выделяем колонну шифт д щелчок и еще одну колонну вот сюда вот перетягиваем. Теперь выделяем колонну, вот эту колонну, вот эту, вот эту и вот эту через shift дожатую. Смотрим что да как, единица на нампаде, жмем shift D и вот так все это делать перетягиваем. Так все прикольно, теперь нам понадобится архитраф. Как сделать архитраф? Давайте, опять же можно с куба также делать, боковой, только вытягивать не по кругу, а вдоль. Это как вариант. Ну можно еще и с куба сделать. Так это вот нажимаем, выделяем через shift все колонны, пусть они все вместе уже будут. Сейчас объединить их. Если надо какую-то, можем отдельно выделить и сделать одной Ctrl J. Назначаем. Это теперь будет колоннадо. Все это дело отключаем. Вот так, семерка на нампаде и добавляем add mesh, добавляем куб. Так все это дело прибавляем. Табуляция и опять же в режим редактирования заходим. Единицы на нампаде, транспоз. Где-то вот так его уменьшаем и где-то вот так вот. Сильно растягивать не надо, а потом можно будет вытянуть. Ну а здесь нам поможет лупкат. Добавляем вот сюда ребро. Добавляем еще ребро вот сюда. Здесь вот можно еще мелкое вот такое ребрышко добавить. Здесь уже побольше. Так где-то вот так. И вот так вот. Обжиг мод. Свет включить. Так. Вот так все это теперь выглядит. И транспозом нужно все это опять же вот так вот где-то сплюснуть. Заходим табуляция в edit mode. Смотрим тут что да как. Увести не получится. Нужно добавлять именно лупы. Так. Единица на нампаде. И добавляем еще лупы. Луп добавляем вот сюда под низ. Луп добавляем вот сюда. Добавляем луп вот под этот. И луп вот сюда. Ну и тут повторяем еще по лупу под низом. Подобавляем. Ну и вот такая штука. Здесь вот можно ее отбить. Вот так вот. Выделяем теперь ребра. Select box. Или полигоны. Давайте попробуем. Вот выбираем вот этот полигон. Вот этот. И вот этот. И вот этот. И уведем его вглубь. С помощью мов. Вот так вот. Ну ничего так прикольно. Теперь выделяем вот этот полигон. И через shift вот этот. И вот этот. Самый наипростейший. Наипростейший будет вот такой вот вариант. Вот уже узор получается. Ну и вот этот тоже выделим. Уведем его поглубже. Вот так вот. Повторяем. И опять уводим. Ну вот получается вот такой вот архитрав. Заходим в object mode. Select box. Смотрим что тут можно сделать. Включаем все вот эти наши видимости. То что мы сделали. И теперь вот этот куб поднимаем кверху. Вот так вот. Единица на нампаде. Жмем S. И с помощью транспоза все это дело вытягиваем. Вот так вот. До конца не надо. Он должен именно вот. Как вот объяснить. Вот таким вот образом стоять. На колоннах. Так. Теперь выводим его вперед. До конца базы он не доходит. Семерка на нампаде. Shift D перекручиваем. И подставим. Теперь давайте его вот сюда. Транспозом вытянем. Вот таким вот образом. Чуть-чуть соединим здесь. Вот так все соединилось. Прикольно состыковалось. Тут выступ. Там выступ. Вот его поймать просто надо. Или просто обрезать. Угол. Семерка на нампаде. Shift D. Щелчок. Перекручиваем. Вот так вот его. Чуть-чуть вперед. Смотрим как состыковалось. Опять же Shift D. Щелчок. Перекручиваем. И подставляем его вот сюда теперь. Ну вот где-то так. Смотрим что тут. Где что стоит. Чуть-чуть выкручиваем. И перетягиваем чуть-чуть вперед. Ну а этот уже вытягиваем. Подлиннее. И подгоняем. Чуть-чуть еще вперед. Вот самое то. Вот так вот по простенькому. Такая вот мавзолея. Ну а теперь нужно добавить крышу. Давайте. Крыша тут уже попроще. Так. Единица на нампаде. Все это назовем. Архитрав. Энтер. Закрываем асфальт. Окей. Так. Что у нас здесь с кубами. Вот эту выделяем. Вот эту. Вот так вот. Все это дело выделяем. И жмем. Ctrl J. Enter. Ну и добавим давайте крышу. Опять же по простенькому. Единица на нампаде. Shift A. Находим куб. Поднимаем его. Жмем S. Поднимаем. Подгадываем. И вот это тут. Типа крыша. Типа портик. Вот так пока поставим. Заходим теперь табуляция. Здесь добавим луп. Посередине. Select box. Переключимся на вершины. Выделяем вот эту вершину. Через shift вот эту. Или можно работать с ребрами. Вот. Выделяем ребро. Вот так вот. Через shift это ребро. И ставим здесь вот 3D курсор. И теперь жмем S. Так вот где-то. Вот так вот выйдет. Ну а теперь G. Надо все это дело. С. Чуть-чуть растянуть. Так. Выбираем теперь вершину. И вот эту вершину. Переключимся теперь на Media Point. Тройка на нампаде. Move. И выравниваем все это дело. Выделяем теперь вот эти вершины. Их тоже выравниваем. Вот так вот. Select Box. Заходим в Object Mode. Приплюснем все это дело. Ставим пониже. Растягиваем. И вот так все подгоняем. Единица на нампаде. Ну вроде все ровненько. Теперь заходим в Tab. Выделяем полигоны. Вот этот и вот этот. Так. Здесь вот можно сделать по-другому. Единица на нампаде. Рентген. Английская B. Выделяем. Вот так вот. И удаляем Delete. Переключаемся. Вот на это делаем. Выбираем вот этот полигон. И делаем ему английскую E. И вот так все это уменьшаем. Теперь G перетягиваем вот сюда вот так. Ну вот где-то в таком духе. И теперь с помощью Move уводим вглубь. Ctrl-Z. Делаем еще английскую E. Подгадываем вот здесь, чтобы ровно было. И уводим теперь вот вглубь. Так. Это значит Ctrl-Z. Ctrl-Z. Что тут не так получается. Стойка на нампаде. Выбираем вершину. Тут что-то у меня недогнатое. Вот. Теперь единицы на нампаде. И повторяем. Выбираем полигон. Теперь делаем E. Английскую уменьшаем. Вот сюда вот так вот выводим. И поднимаем. И английская E. Еще раз уводим. И поднимаем. И устанавливаем. Вот теперь ее можно увести вглубь. Вот так вот. Ну а теперь добавим английскую A. И делаем модификатор мира. Заходим в табуляция. Что у нас тут. Полигон. 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 И вот этот полигон. Делаем Delete. И делаем Facing. Так. Что у нас получается. Переключаемся на вершины. И вот эти вершины теперь можно схлопнуть. Правая кнопка мыши. И вот это Alt-Center. Перешифт. Merge Verticals. От Center. Ну и здесь тоже так же. Перешифт. Ну вот такая получилась штука под дальнейший барельеф. Так вот. Так вот. Все. Следующие. Следующие детали. Или. Ионические капители. Там узоры. Будем в следующих роликах. Рассматривать. Ну вот пока мест. Вот в таком духе. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.